В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Карина Потапенко. Здравствуйте! Совсем скоро первокурсники сделают свой первый шаг в студенческую жизнь. Традиционное знакомство с ВУЗом состоится уже 31 августа. 31 августа в 11 часов утра перед главным корпусом Южноуральского государственного университета состоится традиционная встреча первокурсников. Кураторы высших школ и институтов встретят новоиспеченных студентов и помогут им влиться в студенческую жизнь. Первокурсников ждет знакомство с одногруппниками, торжественное вручение студенческих билетов, насыщенная программа мероприятий, а также большой праздник на главной площади университета. Чем будет удивлять ВУЗ, узнаете в наших следующих сюжетах. Состоялась церемония награждения победителей и призеров летней Всероссийской универсиады 2022 года среди награжденных спортсмены ЮРГУ. По итогам Всероссийской летней универсиады 2022 года спортсменов Южноуральского государственного университета поздравили от имени Министерства физической культуры и спорта Челябинской области. За успешное выступление на универсиаде награды удостоились ориентировщики и боксеры нашего ВУЗа. Всего в копилке ЮРГУ 4 бронзы, 2 серебра и золота в общекомандном зачете в соревнованиях по спортивному ориентированию. Мы стали победителями спортивного ориентирования летнем или бегом, его еще называют. Это говорит о том, что тот класс и ту подготовку, которую ведут наши тренеры и, соответственно, ребята, помимо того, что успешно учатся, еще успевают тренироваться, и мы на протяжении двух подряд универсиад Всероссийских летним становимся победителями. Кроме спортивного ориентирования, наши ребята попали в состав сборной команды Челябинской области по боксу. Бокс – это единственный вид спорта в университете, в котором команду можно формировать из высших учебных заведений области. И двое у нас заняли призовые места, поэтому мы тоже очень рады. Команда ЮРГУ по спортивному ориентированию становится победителем соревнований не в первый раз. В 2020 году студенты нашего ВУЗа уже поднимались на первую ступень педестала. Задачей этого года стало сохранить лидерство. Не обошлось без спортивных суеверий. Символ команды, флаг университета, уже много лет становится залогом успешного выступления спортсменов. Я первый день забыла флаг. Вот кажется, что… Ну, забыли флаг. Ничего такого. Но мы заняли четвертое место. Я расстроилась немножко. Но я старалась студентам не показывать, что я расстраиваюсь. Ну, не все получилось. Специфика старта была чуть-чуть другой, чем два года назад. И я подумала, нет, надо взять флаг. Мы взяли этот флаг. Он у нас уже где-то лет восемь. Такой волшебный флаг. Я говорю, одной студентке, которая не попала в эстафету, я ей сказала, все, Катя, носи флаг. Это наша победа. Серебряный призер универсиады Ольга Евтюхова занимается спортивным ориентированием уже 13 лет. Родители девушки, будучи ориентировщиками с многолетним стажем, с самого детства привели Ольге любовь к данному виду спорта. А теперь с гордостью наблюдает за успехами дочери на всероссийских стартах. Чувство гордости за себя, за свою команду, за свою эстафетную команду, в составе которой я заняла призовое место, ну и благодаря которой я вообще нахожусь сегодня здесь. Вообще такие мероприятия очень важны для меня лично, потому что они заставляют стремиться дальше к новым победам. По словам тренеров и преподавателей Института спорта, туризма и сервиса, отличившиеся на крупных стартах спортсмены становятся примером для поступающих в ВУЗ. А это значит, что награды, полученные на универсиаде, станут значимым этапом в продолжении многолетней спортивной традиции университета. С этого года в Нюргу действует специальная скидочная система для тех, кто планирует обучаться на контрактной основе. Как можно сэкономить, узнаете далее. Абитуриенты, поступающие на бакалавриат и специалитет после школы на очное или очно-заочное обучение, могут получить скидку до 30%. Для этого необходимо набрать 240 баллов за ЕГЭ и выше. Если школьник выбрал направление с дополнительными экзаменами творческой или профессиональной направленности, то ему необходимо получить 160 баллов за единый государственный экзамен и выше. Для того, чтобы продлить скидку на следующий учебный год, зимние и летние сессии должны быть сданы на «хорошо» и «отлично». Для третьего и последующих курсов только на «оценку» «отлично». Не должно быть дисциплинарных взысканий и долгов по оплате. У студентов, которые решили продолжить обучение в магистратуре, тоже есть возможность уменьшить стоимость обучения. Для них важен средний балл оценок на предыдущем уровне образования. Если абитуриент оплатил весь год обучения, ему дается дополнительная скидка в 3%. Ежегодно 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. Об истории праздника узнаете в следующем сюжете. История российского триколора насчитывает более 310 лет. Впервые бело-синий-красный флаг был использован при Петре I, который в 1705 году обязал торговые суда использовать новое знамя. В новой истории нашей страны трехцветный российский флаг был впервые поднят в Москве 22 августа 1991 года на Дом Советов РСФСР. А с 22 августа 1994 года День государственного флага стал официально установленным праздником. В День флага Российской Федерации традиционно во всех регионах проходят патриотические мероприятия, спортивные соревнования, флешмобы, конкурсы и концерты. Отметить праздник российского триколора готовится и в Челябинской области. Кыштыми горожане развернут государственный флаг на вершине горы Ягоза и исполнят пьесу, составленную из песен о родине. А в Челябинске накануне праздника 21 августа у памятника Курчатова у жителей Челябинска выстроится в форме слов «Россия и Урал». Также в этот день пройдет первый фестиваль военных оркестров Росгвардии «Музыка Челябинск», где выступят оркестры из Челябинска, Екатеринбурга, Озерска, Снежинска, Новоуральска и поселка Калиновка. Учебный год все ближе. Приезжие студенты могут получить место в общежитии. Что для этого нужно сделать, смотрите в нашем сюжете. Близится начало учебного года, а это значит, что наш университет готов принять новых студентов. Директор студенческого городка Юргу Людмила Задорина рассказала, как проходит подготовка к заселению. Вот сейчас наступила тишина в Стукгородке во всех общежитиях. Студенты разъехались, мы ждем первый курс, а чтобы их встретить, идет подготовка общежитий к новому учебному году. Потому что поселение будет во все общежития в Стукгородке, и это порядка 1100 человек мы примем новых студентов. Первое поселение мы начинаем 25 августа. И каждый институт, и высшая школа студенты, то есть в разные дни будут заселяться в общежитии. Каждое лето в общежитиях проводятся ремонтные работы, обновляется оборудование и делается все для поддержания комфортных условий жизни студентов. Что из того, что мы сейчас готовимся в общежитиях, что мы делаем? В первую очередь сейчас сотрудники усиленно отмывают, чистят, рабочие по-комплексному ремонтируют мебель. Из капитальных работ у нас сейчас закончены крыши, ремонт крыши, кровли. Третье общежитие, седьмое общежитие. В этом году студенты, получившие высокие баллы за экзамены, будут заселены в новое девятое общежитие, а также в общежитие под номером три. Студентам при заселении будет необходимо взять паспорт, четыре фотографии, флюорографию, медицинский полис и прививочную карту. Как говорят студенты, полный чил и балдеж. Под таким девизом проходит заключительная спортивно-оздоровительная смена в студенческом лагере «Олимп». В этом году студенческий оздоровительный лагерь «Олимп» проходит в пять смен. Первая – смена личностного погружения моря. Вторая смена «Юность» представляет собой образовательный слет, место сплочения студенческих советов. Третья смена «Творческая» – третяковка, на которой каждый смог ближе познакомиться с искусством и попробовать себя в разных творческих направлениях. Четвертая – образовательная смена «Анлок» для любителей IT. И пятая – спортивно-развлекательная смена «Погнали» для студентов, желающих хорошенько набраться сил перед новым учебным годом. Данная смена в таком формате проводится впервые. Это чисто смена для того, чтобы отдохнуть, расслабиться перед новым учебным годом, перед новым семестром. Для того, чтобы организаторы других смен тоже приехали и получили какой-то кайф, отдых и удовольствие от того, что они находятся в «Олимпе». На смене присутствуют организаторы других смен, активисты вуза и также на смену очень много спортсменов приехало. Они проводят тренировки целый день, мы с ними взаимодействуем постоянно по программе и также активисты просто сами для других что-то проводят. Для ребят проводятся всевозможные мастер-классы, йога, стояние на гвоздях, кулинарные мастер-классы и другие. Студенты принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, дискотеках, караоке, пробуют себя в направлении стендап. Также в рамках смены любой желающий может организовать свое мероприятие для других студентов. По словам организаторов, никакой загруженности образовательной программой или тренингами, только отдых и куча впечатлений. Средом того, что «Олимп» обычно ассоциируется с тем, что здесь большая движуха, прям сильная, на этой смене больше такой какой-то релакс и хочется, наверное, спать, отдыхать, особенно перед учебным годом. И как-то большинство мероприятий, они настолько ненапряжены, что хочешь – ходишь, хочешь – не ходишь. Помимо студентов, на пятой смене присутствуют спортивные команды нашего университета – волейболисты, атлеты, баскетболисты, боксеры и другие. Ребята совмещают ежедневные тренировки по нескольку раз в день с активным отдыхом и развлечениями в рамках смены. Тренер хоккейной команды «Юргу» политехник Артем Плетнев рассказал о том, как проходят тренировки спортсменов летом. Так как эти сборы втягивающие, это начало сезона для нас, нагрузки даем легкие и понарастающие, чтобы ребята втянулись к основному этапу подготовки к сезону. Так как собрать на сборы можно только у нас в Олимпе, поэтому мы готовимся на земле и по приезду уже будем совмещать ледовые подготовки также с землей. Помимо тренировок у нас проходят всевозможные мероприятия, через пару дней КВН мы к нему готовимся, также вечером устраивают дискотеки и собираемся в кругу, рассказываем о своем дне, тоже прикольно. Завершится последняя пятая смена 28 августа. То, как пройдет закрытие лета в Олимпе, организаторы держат в тайне, но обещают, что оно будет ярким и масштабным. Валерия Чачина представила Ассоциацию иностранных студентов и выпускников Южного Урала на комьюнити-форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро». В Югре завершился форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2022». Тематикой форума в этом году стала комьюнити. При поддержке губернатора Челябинской области и Главного управления молодежной политики от нашего региона в форуме приняла участие делегация из 50 человек. Мероприятие прошло в две смены. На первой смене были представлены эко-сообщества, урбанистические и креативные сообщества. На второй смене образовательные вовлеченные из ОЖ сообщества. Руководитель Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала Валерия Чачина приняла участие во второй смене по направлению вовлеченные сообщества. Каждый участник представлял свое сообщество. Я, например, это Ассоциация иностранных студентов и выпускников Южного Урала и всех иностранных студентов, которые учатся у нас в университете. И мы обсуждали, как вообще можно развивать это сообщество, какие инструменты применять, что такое социальное продюсирование. В рамках форума каждый участник мог представить проект в грантовом конкурсе от Росмолодежи по следующим номинациям. Проекты, направленные на развитие и поддержку добровольничества, проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости, проекты, направленные на экологическое просвещение и другие. Мне даже удалось представить, даже заявить о трех проектах, потому что на площадку форума приезжал губернатор нашей области Алексей Леонидович Текслер. У нас была особая встреча делегации с губернатором, и мне удалось задать вопрос, и я также поблагодарила за возможность рассказать о своем проекте, двух проектах, которые стали победителями грантового конкурса фонда губернатора. Это тьютер иностранного студента и повышение правовой грамотности иностранных студентов города Челябинска. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, проект, который я давно занимаюсь, Муральский форум иностранных студентов и выпускников Уралфест, форум, который проходит раз в два года, и этот, тоже у этого форума в этом году, в 2023, да, получается, будет тематика, это наставничество как эффективный способ адаптации иностранных студентов. В 2023 году форум «Утро» пройдет в Челябинске. По словам Валерии Чачиной, Ассоциация иностранных студентов и выпускников Южного Урала обязательно примет участие в мероприятии и представит свои проекты, поскольку ведет объемную проектную работу, направленную на адаптацию иностранных студентов. Команда кинематографистов Юргу завершила работу над художественно-документальным фильмом «Южный Урал. Следовиков». Команда Южноуральского государственного университета в лице сотрудников телерадио компании Юргу-ТВ и студентов ВУЗа завершила работу над художественно-документальным фильмом «Южный Урал. Следовиков». «Южный Урал. Следовиков» — это художественно-документальный фильм, созданный на основе восьмитомника «История Южного Урала». Мы брали за основы исторические периоды и исторические локации, которые были описаны восьмитомнике, но пересматривали их по-своему. Для нас, для съемочной команды, задачей главной было создание образа Южного Урала, образа нашего региона. То есть не просто рассказать поисторические факты, не просто показать какие-то красивые места, а создать художественную эстетическую реальность. Хронометраж фильма «Южный Урал. Следовиков» — 30 минут. В фильм вошли более 20 разных локаций по всему региону. Съемки проходили два месяца. Мы на протяжении двух месяцев ездили в более чем 20 разных мест по всему региону. Самой дальней нашей поездкой была поездка на Аркаим, который находится вообще на другом краю Челябинской области. Съемки, скажу честно, были сложными. Мы по колено в воде переходили реку, чтобы попасть к Игначеской пещере. Мы 10 часов в грозу поднимались на Таганай. Наш главный герой Сережа даже чуть не уплыл на лодке по течению реки Ай, но, к счастью, мы успели его поймать вовремя. По словам съемочной группы, фильм будет интересен как с художественной, так и с исторической точки зрения. Фильм тематически поделен на три блока. История Южного Урала, красивые природные места и современный Челябинск. Член Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала принял участие в Международном молодежном форуме «Байкал». По итогам конкурсного отбора участниками форума стали 600 молодых людей из регионов России и ближнего зарубежья. В Иркутской области на берегу озера Байкал прошел Международный молодежный форум, на котором участники выбрали интересные для себя площадки, такие как туризм, IT, молодежные сообщества и другие. Студентка Юргу поделилась впечатлениями от участия в форуме. Молодому специалисту в международной сфере мне была интересна площадка «Диалог культур». Для участников данного направления были проведены мастер-классы по приготовлению национальных блюд народа в Сибири, мастер-классы, лекции по развитию международного диалога, межкультурной коммуникации, а также организованы экскурсии на Байкал и этноподиум национальных костюмов, где сами участники принимали участие. Результатом форума должны стать более 100 разработанных социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом. Участники и спикеры площадки «Диалог культуры» обменялись практиками, направленными на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. В данном форуме нам рассказывали о современных этнокультурных технологиях, какие проекты больше востребованы в сфере международной, в международной сфере, и куда могут подаваться также иностранные студенты для получения, для реализации своих проектов. По словам Диураба, большое внимание сейчас уделяется этноблогерам. У них даже была возможность получить отдельную консультацию специалистов для реализации своего проекта. Форум «Байкал» способствует реализации основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин